Год педагога и наставника совпал с 25-летием работы Валерия Кокшарова в системе образования города Азбеста. Львиная доля четверти века этого труда выпала на руководство школой номер два. Моя цель, то есть, все-таки была в коллективе сформировать дух взаимоуважения и взаимного доверия. Может быть, мне в чем-то повезло. Почему? Потому что, когда я в 2005 году сюда пришел, в школе оставалось на тот момент 180 учащихся. Небольшой остаток коллектива в начальной школе был только один четвертый класс. Первых, вторых, третьих не было. Фактически, мне пришлось с нуля набирать коллектив. Историю становления второй школы Валерий Кокшаров рассказывает, как истинный преподаватель истории. С головой погружает слушателя в события тех лет. В те тяжелые времена, особенно в первые пять лет, вот это все реорганизации, наполнение школы, формирование педагогического коллектива. Тогда еще приходили молодые специалисты. Я брал молодых специалистов. Я брал всех учеников, от которых отказывались другие школы. В 2005 году я набрал первый класс 10 человек, у которых практически, наверное, не взяла ни одна школа. Все это мы пережили. Сформировали на сегодняшний день стабильный учительский коллектив. Работают ученики уже у нас в школе, в принципе. То есть те, которые закончили здесь у меня школу. Сейчас в школе занимается около 500 учеников. Уму-разуму их обучает 27 педагогов. Руководитель с большой буквы Че от слова «человек». Так замысловато охарактеризовали Валерия Кокшарова его подчиненные. Впрочем, слово «подчиненные» не совсем точное определение. Правильнее сказать «команда». Человеколюбив, человек бескорыстный, человек, знающий и ценящий человека как единицу. Не за что-то, а вот вопреки тому, что это просто человек. Это относится и к взрослым людям, это и относится, конечно, к ребятам, которых он личным примером, личным опытом воспитывает. Валерий Кокшаров был первым руководителем Светланы Валеевой. Сегодняшний начальник управления образованием, а в начале нулевых молодой педагог вспоминает об этом бесценном опыте. Те качества, которыми обладает Валерий Федорович, они неоценимы в нашей педагогической деятельности. Как руководитель, это очень ответственный, очень серьезный и очень переживательный человек за все те направления, которые реализуются в нашей системе образования. И я хотела бы отметить, таких руководителей на сегодняшний день, тем более мужчин, у нас, к сожалению, не так много. Насколько я знаю, ребята, которые выпускаются из этой школы, постоянно приходят к нему в гости и делятся своими достижениями, своими результатами. И Валерий Федорович всегда рад встретить их и с ними пообщаться. Валерий Кокшаров убежден, что выбор будущей профессии для юного школьника – очень важный шаг на жизненном пути. Для того, чтобы помочь ученику правильно выбрать направление, директор проводит целую серию собеседований. Первый этап я условно называю диагностический. То есть я встречаюсь с родителями и детьми просто-напросто в ходе беседы, в ходе беседы пытаюсь выявить интересы родителей вообще, насколько им интересна судьба ребенка, кем они его видят. Дальше – интересы самого ребенка. Плюс на основе анализов, допустим, его успеваемость, а если хорошо, если я работаю еще в этом классе, а обычно в старших классах я работаю, то есть я вижу его способности и все остальное. То есть пытаюсь как бы целенаправленно ребенка сориентировать на тот круг профессии, специальности, которым он имеет склонность. Мягко убедить родителей, мягко убедить родителей и ребенка привлечь. И второй раз мы уже четко садимся и определяем буквально по учебным заведениям, куда подавать документы, в случае хорошего результата, какие возы, какие специальности, в случае не очень хорошего результата, это среднее специальное учебное заведение, и в принципе очень часто мы неплохо попадаем. На вопрос про главное качество успешной работы в школе в целом и на директорском посту в частности, Валерий Кокшаров ответил однозначно. Терпение. Терпение. Терпение – это раз, терпение на уровне удерживать основную нить, основную мысль управленческую, то есть суметь ее не терять в потоке постоянных каких-то сваливающихся новаций, указаний сейминутных, которые никакого отношения иногда ни к содержанию образования не имеют, ничего. То есть уметь сохранять тот приоритет, который стоит, то есть это образование и в первую очередь воспитание детей. Вот и все.